После сигнала о возгорании пожарная бригада прибыла в считанные минуты. По легенде, условный очаг – котельная. Учащиеся первой школы, а это более 300 человек, покинули стены учебного заведения мгновенно. Несмотря на то, что эвакуация учащихся была условной, действия должны быть быстрыми и слаженными. Ведь никто не застрахован от чрезвычайной ситуации. Школьники с педагогами за три минуты эвакуировались на территорию стадиона. Сегодня была произведена эвакуация из зданий школы. Это очень важное мероприятие, потому что в настоящий момент очень часто происходят различные чрезвычайные ситуации. Да, есть недоработки, будем пересматривать инструкции, будем улучшать, уменьшать время эвакуации. Под каждый вид ЧАЭС нужно разрабатывать эвакуацию, поэтому мероприятие очень важное. Кроме того, оно проводится регулярно. Из здания школы за территорию учреждения было эвакуировано 332 учащихся. Время – три минуты. Это не много, но и не мало. Такие учения в каждой школе проводятся регулярно, поэтому все дети хорошо знают, как правильно вести себя при возникновении пожара в школе. Если у нас в школе случится пожар, то я уже знаю, куда надо бежать и что делать. Данное мероприятие имеет действительно большое значение, потому как при возникновении каких-либо ситуаций дети будут готовы, и также будут готовы сотрудники и учителя. Поэтому очень важна роль таких мероприятий. Дети, в принципе, оказались в немного нестандартной ситуации, но, по-моему, чувствовали они себя замечательно, они были достаточно подготовлены. В общем, в принципе, я думаю, что все прошло на уровне. Завершилось мероприятие анализированием. В ходе беседы с учителями обсудили мелкие недочеты, выявленные во время тренировочной эвакуации. Екатерина Клименко, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА.